Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также на повестке дня работа с крупными промышленными предприятиями. Выбросы вредных веществ в атмосферу необходимо сокращать. Сейчас эта цифра достигает более 650 тысяч тонн загрязняющих газов в год. Необходимо уменьшить и количество вредных веществ, которые сливают в Волгу. Также в планах повышать экологическую культуру жителей области. Большое значение придаются также взаимодействию с общественностью, формирование новой экологической культуры. Когда бережное отношение к природе, ответственность за состояние окружающей среды является нормой поведения для каждого человека, для каждого из нас. Летучие мыши ждут в гости. В регионе открылся музей, посвященный жизни этих удивительных зверьков. В Самарской луке обитает 18 видов летучих мышей. С давних времен они считались одними из самых загадочных животных. Они вызывали опасения, страх и при этом огромный интерес. Правду о летучих мышах узнала Марина Матвейшина. Зимой Ширяевские штольни становятся прибежищем самой большой популяции летучих мышей в Европе. В это время в пещерах спят 34 тысячи особей восьми видов. От самых маленьких ночницы весят 5-6 граммов до крупных. Гигантская вечерница достигает 40 граммов в весе. Работники национального парка Самарской лука всеми силами стараются сохранить покой зверьков. И просят не посещать штольни зимой. И уж тем более не разводить там костры. Если температура окружающего воздуха в пещере поднимется хоть на градус, мыши просыпаются. На это тратится очень много энергии, жировой запас уменьшается и есть риск не дожить до весны. Подробности из жизни этих загадочных зверьков рассказывают в музее летучей мыши в Ширяево. Не нужно беспокоиться совершенно и бояться этих животных не нужно. Мне вот мама рассказывала о том, что как же там летучими мышами ты занимаешься, смотришь на них, они же залазят в ухо и выпивают у тебя кровь. Я говорю, откуда это взяли? Такие мифы и есть. Они счастливы, говорят, ну как же нападают. Но вот те люди, которые посещают наш музей, они после этого говорят, ну мы все, мы точно животных своих не будем трогать. Летучие мыши-зверьки очень редкие и нужные. В тех местах, где они живут, резко улучшается состояние леса, говорят ученые. Мыши питаются насекомыми и защищают деревья и кустарники от вредителей. На самих мышей охотятся лисы, ласки и куницы. Особенно летом, когда мыши спят на открытом воздухе. Чтобы обеспечить спокойный отдых летучим мышам днем, по всей территории развешивают вот такие домики. Скворечники для летучих мышей. Сюда помещается до 13 особей. Снаружи скворечник гладкий, а внутри шершавый, чтобы мышки могли спокойно цепляться. Музей летучей мыши работает круглый год. Здесь можно поближе познакомиться с жизнью и особенностями этих зверьков. И два раза в год действует тур «Ночь летучих мышей». Желающие могут увидеть, как ученые отлавливают животных, взвешивают их, крепят специальное кольцо на лапке для дальнейшего изучения. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. В древнейшей истории Самары будет меньше темных пятен. Коллекция музея Алабина пополнилась уникальными документами. Записи и письма самарских археологов начала 20 века уже сами по себе представляют историческую ценность и содержат информацию, которую историки уже и не надеялись найти. О раскопках на Барбошинском могильнике рассказали слушателям Самарского лектория. Возможность прикоснуться к истории получила и Олеся Корецкая. Уникальный документ – кусочек большой исторической мозаики. Чуть не сожгли рабочие. Эту невзрачную папку нашли в куче бумаг при сносе деревянного дома на Садовый. Через несколько лет документы попали в музей Алабина. В папке, датированной 1918 годом, оказались записки и письма директора Самарского городского музея Фёдора Яковлева и мецената Константина Головкина. В начале 20 века они проводили раскопки на месте Барбашинского могильника. Сейчас там девятая просека и жилые дома, а в 13-14 веках были мордовские захоронения. В музее сохранилась коллекция из раскопок. Судя по всему, мы знали, что было раскопано больше десятка погребений. Но что это за захоронения, какими именно предметами они сопровождались, что именно находилось в каждом погребении, этого мы и знали. Найденные документы многое объяснили. Сложили археологические кусочки в единое целое. На Барбашинском могильнике Фёдор Яковлев и Константин Головкин нашли не только мордовские захоронения, но и погребения человека с конём. Такой ритуал был характерен для представителей Золотой Орды. Путь в неё лежал как раз через территорию современной Самары. А самое важное – это вот эти дневниковые записи. Здесь видите погребение, есть номер погребения. Вот как раз из этих зачёрканных строчек дополняется ещё та информация, которая мне оказалась ни в публикации, ни в том, что должно было остаться. Это памятник о памятнике. Даже бумага, на которой археологи делали записи – историческая ценность. Об истории края на Волжской Луке, о работе своих коллег начала 20 века, Дмитрий Сташенков рассказывает слушателям Самарского лектория. Признаюсь, даже, наверное, покаюсь, что с этой историей не так близко знакомы. И сегодня есть вот эта уникальная возможность узнать эту историю поближе и получше. В археологии чем больше находок, тем больше вопросов. Ответы на них самарские учёные будут искать и дальше, чтобы собрать археологическую мозаику в книге о древнейшей истории Самарского края. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. В трёх заведениях региона полицейские пресекли попытку продать незаконные алкоголи. В Новокубшинске в закусочной торговали водкой без сопроводительных документов на товар. Продукция объёмом 5,5 литров на сумму более 3 тысяч рублей была изъята из оборота. Теперь виновнику придётся заплатить штраф. Раскошелиться предстоит и самарскому нарушителю. В Кировском районе законно торговали пивом. Полицейские изъяли 4,5 литра пенного напитка на сумму более 600 рублей. Лицензии на продажу алкоголя не оказалось и у владельца киоска на улице Печёрская. Кроме того, установлен факт хранения алкогольной продукции в нестационарном торговом объекте в нарушении требований действующего федерального законодательства. За совершение указанных правонарушений виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 19 до 30 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. А теперь коротко о других событиях дня. В Самаре разыскивают 18-летнего студента. С сообщением о пропаже сына в полицию обратилась мать. Выяснилось, что в последнее время пропавший находился в Новокуйбышевске. 17 января он ночевал в одной из городских гостиниц, а на следующий день уехал в неизвестном направлении. 5 февраля было заведено уголовное дело. Номера телефонов, оформленные на пропавшего, не отвечают. Полицейские направили запросы в банк, чтобы отследить перемещение средств по счету юноши. Всех располагающих информацией о его местонахождении просят позвонить в полицию. В Тольятти найден мертвым журналист и известный участник шоу «Своя игра» Андрей Жданов. Тело 47-летнего журналиста обнаружили в квартире без признаков насильственной смерти. Андрей Жданов участвовал в 74 играх и одержал 49 побед. Он победитель 12-го цикла «Золотой дюжины», член команды «Гроссмейстеров» в Кубке Вызова 2, чемпион второго полугодия 2005 года, обладатель главного приза автомобиля за одержание 10 побед подряд и финалист первого командного турнира в 2012-м в составе команды «Поволжья». Причины смерти мужчины установят эксперты. Напомним, минувшим летом покончила с собой жена Жданова Анна. Самарские полицейские разыскивают подозреваемого в хищении денег. По предварительной версии, к случившемуся может иметь отношение мужчина, изображенный на фотографии. В полицию поступило несколько заявлений о пропаже пожертвований из двух ветеринарных клиник и одного детского центра. Правоохранитель просит всех, кому известна информация о подозреваемом, сообщить по телефону 020 или 102 с мобильного или обратиться в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантирована. В Самаре стартовала предварительная регистрация на Лыжню России 2017, которая пройдет 11 февраля. Принять участие в спортивном празднике могут все желающие. Главная гонка пройдет на лыжной базе «Чайка». В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 километров по разным возрастным категориям. Детский забег на 500 метров, массовый забег на 2018 метров. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами. В рамках спортивного праздника будет организована культурная развлекательная программа работы детских спортивных площадок, проведение конкурсов. Главное астрономическое событие месяца – полутеневое лунное затмение – произойдет в ночь на 11 февраля. Затмение будет хорошо видно на всей территории Самарской области. Лунное затмение будет полутеневым. Оно начнется в полтретьего ночи. В это время луна коснется полутени Земли. Максимальная фаза затмения наступит утром в половине пятого. В это время будет хорошо заметно сильное потемнение северного лунного лимба. Окончание явления ожидается под утро в 6.55. В это время луна полностью освободится от полутени Земли. О форуме Иволга узнает весь мир. В общественной палате Самарской области обсуждали, как привлечь на международную площадку больше иностранцев и придать Иволге еще большую популярность. Ежегодно на Мустряковские озера съезжаются молодые люди со всей России. Также частые гости – студенты из Китая и Франции. За несколько лет на площадке побывало более 8 тысяч человек. В этом году масштабный форум пройдет в область уже в юбилейный, пятый раз. Общественники ведут переговоры с представителями ряда европейских стран, чтобы рассказать о возможностях, которые открываются перед молодежью на Иволге. Наша задача, наверное, заключается в том, чтобы сам форум был больше известен, поскольку форум действительно очень крупный. А как показала практика, вот форум Волга-Янзы, который проводится раз в два года на Иволге, он проходит очень успешно. И здесь, наверное, больше для нас важно расширение географии, чтобы как можно больше людей знало о том, какая у нас активная молодежь. Надевать противогаз, затягивать солдатские ремени и метать гранату в Самаре умеют даже первоклашки. Дело в том, что уже четвертый год в регионе проходит военно-спортивная игра «Зорница». Идея воссоздать проект принадлежит региональному отделению «Единой России». Сегодня стартовал зимний этап «Зорницы». Бороться за победу будут несколько сотен команд со всей Самарской области. Как школьники сдают солдатский минимум в репортаже Валерия Макаровой. В «Зорницу» играют даже самые маленькие. Арсений Егоров – второклассник, но уже может расположить 16 военных званий по старшинству. Его команда называется «Лидер» и, конечно, все в ней надеются на победу. Готовились мы на самом деле очень долго, но все-таки пришлось сосредоточиться. Я думаю, что приготовились очень хорошо. Как будет, на самом деле, я не знаю. «Зорница» волнует умы школьников уже четвертый год. Легендарную советскую игру в Самарской области возродили в 2013-м. За это время в ней приняли участие более 280 тысяч школьников. Это ученики с первого по восьмой класс. Команда второго класса для военной спортивной игре «Зорницы» поскольку доложили выделить «Лидер» и «Лидер» и «Лидер» и «Лидер». Сегодня официально открыли зимний этап «Зорницы». В одной только 108-й школе в игре участвуют семь команд от начальных классов. А всего по области «Зорницы» должны присоединиться около 40 тысяч школьников. Важно, чтобы через эту игру ребята, в том числе, и познавали историю своего отечества через героические примеры прошлого. Потому что один из этапов – это как раз и знание своей истории. Все, что нужно для участия в игре – это собрать команду из 10 человек. Причем в ней должно быть не меньше трех девочек. Соревнования продлятся до апреля. Сначала выявят лучшие команды внутри школ, затем лидеры в городах и районах. Окончательных победителей в двух возрастных группах определят на областном финале. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты сейчас готовят сюжеты. Мороз крепчает. На трассах Самара открывают пункты обогрева. Доверяй, но проверяй. Предприниматели и прокуроры обсудили, сколько проверок не будут кошмаром для бизнеса. В региональном правительстве обсуждают новую систему социальных выплат. Все подробности уже в вечернем выпуске новостей. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам! Увидимся!